Карандаш и Самоделкин – любимые книжные герои самарского школьника Романа Кондрашова. Юному читателю удалось познакомиться с человеком, придумавшим этих персонажей – Валентином Постниковым. Во время «Библионочи» в детской библиотеке номер 25. Эта социально-культурная акция прошла по всей стране и была направлена на популяризацию чтения. Детские библиотеки работали в этот день допоздна и приготовили для своих читателей встречи с авторами книг. Мне встреча очень понравилась. Я очень люблю книжки Валентина Постникова, потому что очень, так сказать, крутые, хорошие. С первой главы прямо очень хорошо. Такие встречи с писателями показывают ребенку, что писатель – это такой же человек, и даже сам ребенок может когда-то стать писателем. Книги Валентина Постникова в Самаре читают и любят. А вот сам он не был в городе на Волге 33 года. На встрече он читал свои стихи, рассказывал, как создает произведение. Писатель отметил, что сегодня заинтересовать детей непросто, и чтобы понимать их, нужны такие встречи. Как показывает практика, что после приезда писателя, ну в любую, в конкретную библиотеку, сразу дети прибегают и читают книжки данного писателя. Писатель должен, конечно, встречаться с детьми, чтобы понимать и видеть своего читателя. В рамках «Библионочи» для детей также прошел мастер-класс, на котором они познакомились с основами столярного дела и сделали закладки для книг. Дополнительное образование нацелено на всестороннее развитие детей, и мы даем им попробовать какие-то, возможно, даже будущие профессии. Все остаются очень довольны, потому что они, во-первых, уходят с подарком, а во-вторых, уходят уже с каким-то интересным навыком. Также в Самару приехала и петербурженка Ирина Зартайская. Она познакомила юных читателей со своим творчеством в Центральной городской детской библиотеке. Самое лучшее, что может быть, это вот такие встречи, как сегодня, которые я провожу с детьми, с маленькими читателями, с их родителями даже, которые зачастую активно участвуют в этих встречах. И мне очень здорово видеть, когда дети вдруг отвлекаются именно от чтения, как от чего-то скучного, как зачастую они начинают нашу встречу с того, что говорят, читать это скучно. И оказывается, что им все это настолько интересно, что они вовлекаются в эту игру. Всего в Самарской библионочи поучаствовали более 20 библиотек. В них проходили театральные постановки, мастер-классы, творческие встречи и другие культурные мероприятия. Полина Чулякова, Августина Охременко, Игорь Казановский, Константин Головин. События.